Здарова, братва! Вы снова смотрите выпуск на канале проекта Нового Хули Моги. Красавцы! Мы зачастили с выпусками, снимаем второе подряд. И сегодня, сейчас, конкретно мы обсуждаем относительно новый продукт на рынке. Кальян под названием Blade Hook. Давно ничего не снимали, никаких обзоров на кальяна. Сейчас поразбираем, пособираем. Будет увлекательно. Поехали! Итак, друзья, давайте начинать. Бренд Blade Hook. Это дочерняя компания немалоизвестного производства под названием Smoke Lab. Это красивая упаковка. Здесь есть еще зачем-то какая-то наклеечка. Это голограммки. Все это благополучно, как всегда, улетает за пределы кадра. У кальяна есть одна особенность. Кальян приходит, соответственно, в собранном состоянии. Его можно уже практически покурить. Но у кальяна есть особенность. Заключается она в том, что кальян разбирается до малейшей, до последней детали, как утверждают производители. Поэтому сейчас мы немножко прервемся. Разберем все нахрен и потом попробуем собрать заново. Го! Ну что, друзья, кальян Blade Hook One находится у нас в разобранном состоянии. Мы готовы его собирать. Чашка уже греется, курит, делится какими-то впечатлениями. Что стоит сказать? Визуально все, что касается оформления коробки и всего остального, выглядит прикольно. Если не брать в учет вот этот вырезанный как будто бомжами пенопласт, который вроде типа прикольный. Я понимаю, что он должен быть прикольный, но вырезан он как будто бомжами. Ужасно это все смотрится внутри. Тем не менее, кальян вроде как говорят. Всем нравится и прикольный. Давайте его собирать. Сразу стоит отметить, что в том числе с кальяна Blade Hook One можно снять вот эту вот верхнюю цветную накладку. Но для этого нужен специальный ключик, почему-то которого в комплекте у меня не оказалось. Мы это сделать не сможем. Итак, основание, основная его часть выполнена из нержавеющей стали. Соответственно, покрыта верхняя накладка анодированным алюминием, насколько я понимаю. Диаметр основания 7 сантиметров. Верхняя часть шахты выполнена, я так понимаю, в формате какой-то гальваники. Это тоже нержавеющая сталь, которую придали вот такой типа дорогой темного металла цвет. А что у нас есть еще? Клапан продувки. Кальян продувается просто в сторону. Клапан продувки разборный. Его можно разобрать в любой момент и посмотреть. Магнитные коннекторы с обоих сторон. Довольно плотненько, нормально все это работает. Верхняя накладка. Тоже выполненная из алюминия. Кальян очень сильно, как вы могли заметить. Ну, безусловно, у кальяна есть предшественник. Давайте не так. Охуенная оговорка. Безусловно, если вы следите за кальянной индустрией Российской Федерации, вы могли обратить внимание на то, что кальян действительно очень сильно визуально похож на кальян бренда CVP. На кальян Дима Лопатина, который называется CVP Circa. Что стоит отметить, это то, что уже сейчас, даже просто визуально, как минимум, даже если рассматривать кальян в разрезе того, что он очень сильно и дизайн его очень сильно похож, и дизайн его отчасти, наверное, спизжен с CVP Circa. Кальян является более доработанным, прикольным, и в целом, типа, вызывает больший набор положительных эмоций, чем свой прародитель. Есть еще вот такая вот пайчика, тоже с голограммкой. Это все прикольно. В ней у нас находятся блюдцы, и находится погружная шахта. Что стоит отметить? У нас здесь есть вот такого формата подблюдечник. Этот подблюдечник, ублюдечник призван для того, чтобы сироп, который может стекать на шахту, соответственно, будет оставаться в этом самом подблюдечнике. Если вы помните, такого формата, типа, проблема как раз, по мнению Константина Лопутина и Димы Густова, была на кальяне CVP Circa, и вот тут, типа, ребята, этот вопрос решили нигилировать таким вот решением. Это, в целом, прикольно. Ну, типа, глобально всего, что мы сейчас касаемся, все это так или иначе продумано, и так или иначе выглядит довольно прикольно. Нижняя погружная часть шахты точно так же без проблем вкручивается в наше основание и имеет возможность вот такого крутящегося, в крутящемся формате, типа, диффузора, который можно, я так понимаю, просто снять, можно открыть на чуть-чуть, но мы, люди взрослые, серьезные, поэтому будем скручивать, курить в состоянии диффузора, не скрученного. Именно так в финальном исполнении, в полном сборе выглядит кальян Blade Hooka One. Внутренний диаметр шахты составляет 12 миллиметров. Вся высота кальяна 64 сантиметра. Это ни хрена не мало, точно не мало. Одеваем уплотнитель, который, к слову говоря, тоже был в комплекте с кальяном. Я, кстати, первый раз вот его собираю, я первый раз буду при вас курить. Довольно увлекательно. Я надеюсь, что это встанет в нашу колбу. Что, друзья, мы приближаемся к кульминации этого выпуска. Сейчас мы одеваем второй уплотнитель под чашку, который также был у нас в комплекте с кальяном. Берем мундштук. Мундштук выполнен из дюралей. Мундштук, который уже сейчас в состоянии типа нового кальяна. Имеет определенный набор сколов. Мундштук, которому, скорее всего, в обозримом будущем какие-то вопросики будут. Тем не менее, мундштук максимально сочетающийся с дизайном шахты. Это прикольно, но, скорее всего, ему довольно скоро пиздец. Точно так же шахты, кстати, выпускаются в шести вариациях цвета. Это вот изображено на коробке кальян. Соответственно, красный, какой-то розовый, голубой, черный, бирюзовый и какой-то болотный, зеленый. Нам прислали, ребята, голубое калья. Не знаю, что они хотели этим сказать. Итак, мы глобально готовы. Сейчас мы попробуем покурить кальян Blade, Hooka, One. Вот ребят, которые в свое время начали с производства чашек от компании, которая называется Smoklab. Также в комплекте был вот такой какой-то жетончик, на котором написано Blade Hooka. Имя, телефон, что-то еще. Я, ну, то есть, типа, если ты купил кальян, чтобы все знали, что у тебя он такой замечательный, можно, типа, повесить на шею. Я вот, типа, у меня с собой ниточки нету, но я вот вечером обязательно продену, на шею повешу, ну, чтобы все знали, что у меня есть Blade Hooka. Будем начинать. О, нормальный очажечек. Что, друзья, кальян абсолютно нормально курится. Мы курим его в состоянии нескрученного диффузора. Здесь ничего не добавят. Давайте попробуем продуть колу. С одного не слишком плотного выдува колбы. Для дыма в колбе можно избавиться практически полностью. Это не может не радовать. О, мимо этого всего, мне прислали еще целую коробку, типа, всего того, что производят ребята. Это, ну, одни из самых популярных щипцов Blade Hooka на рынке, которые выполнены в форме кинжала, который вы все давно знаете, любите. О, золотые камеры. Больше? Золотые будешь? А, все. Золотые щипцы улетают в Камитазу, потому что он армянин и оператор. Золотые щипцы нашли своего счастливого обладателя. То есть это вот новый формат, типа, расцветок этих самых щипцов. Мы пустим где-то цену, да ничего не пустим. Зайдете на сайт Blade Hooka или обратитесь к производителям, и они вам расскажут, что сколько стоит. По имени этого, компания Blade Hooka выпускает молокиллеры. Молокиллеры, выполненные из дюрали, из алюминия. Выполнены, соответственно, в цветовых гаммах тех самых кальянов Blade Hooka. Если не ошибаюсь, молокиллер стоит 1450 рублей. Кальян. Щипцы, если не ошибаюсь, стоит 1000 рублей в розницу. Выпускает хотеры, какие-то типа колодки. Выпускают обычные щипцы. Выпускают колпаки и всякие сеточки такого формата. Короче, не суть. Мы собрались поговорить о кальяне, поэтому делаем выводы о нем. Рекомендованная розничная цена кальяна Blade Hooka One сейчас на рынке составляет 13100 рублей. Если я не ошибаюсь, плюс-минус там 100-200 рублей где-то мог ошибиться, не суть. Короче, порядка 13000 рублей рекомендованный розничный ценник кальяна в полном комплекте, без колбы, без молокиллера, щипцов и всего остального. Прикольно это или нет? В целом, если говорить о кальяне, круто то, что это маркетингово финализированный, запакованный, красивый продукт. Его приятно купить, приятно поставить себя в заведение, как и все девайсы компании. Приятно поставить себя в магазине. Приятно продавать, приятно с ним работать. Приятно, что ребята подумали, создавая свой кальян. Идея здесь практически во всем и это не может не радовать. Цена. Я думаю, что ценой в 13000 рублей за кальян сейчас на рынке никого не напугаешь. Розыгрыш. Конкурс, призы, подарки. По-прежнему у нас заблокирована группа ВКонтакте. Значит, розыгрыш мы можем провести только на платформе Инстаграм. В этот раз давайте вы снимите себе в историю. После того, посмотрите этот выпуск. Максимально креативное обоснование того, почему именно вы должны получить в подарок кальян Блейд Хука Ван от проекта Ноа Хули Муви. Самая интересная, самая увлекательная история, на которой обязательно должны быть отмечены аккаунт Ноа Хули, мой личный, и аккаунт Блейд Хука. Я выберу максимально, я все себе перепостаю ваши истории. Выберу максимально креативные и прикольные. И после этого мы отправим кальян тому человеку, который максимально креативно подойдет к выполнению этого задания. Я обнимаю вас, братва. Спасибо, что остаетесь на связи. Чо кого, сучара?